Единственный минус — это подруги жены. Вот подруги жены — это, блядь, жесть какая-то. Это просто всадники апокалипсиса брака какие-то, реально. Серьезно, она к ним уходит прекрасная мать, идеальная жена, а возвращается сильная и независимая женщина. Которая пора в России подумать. У неё, главное, подруги одна разведёнка, вторая child-free. А у нас двое детей, блядь, фулл-хаус. А есть третья подружка, как бы у неё муж абьюзер. Ну, то есть он её даже, говорит, поколачивает. Она его любит, не уходит. Говорю, вот это классная девочка, с ней дружи. С ней прям гулять ходите. Обсуждайте сипов своих. Просто девочки, вот это не понимают, вот эта тема, типа, ты достойна лучшего. Мы так никогда не говорим. То есть мы как говорим? Братан, мозги ебёт? Да нет. Держись её, братан. Негально. Просто непонятно, почему так нельзя, почему женщины так не могут, чтобы... Как он тебе? Интернет дома оплачивает? Оплачивает. Держись, его сестра! Ну, чего сложного? Так и надо. Ну, child-free, начали про child-free, расскажу про child-free. Child-free меня бесят, вот эти бесят прям. Хитрец и пиздец. Ну, реально. Не, мы же, наверное, тоже решили быть child-free, но попозже. Сейчас наши двое вырастут, уедут, мы будем child-free. Да я, кстати, по этому принципу ещё и тоже, я тоже, я ещё там кто? Миллиардер-free, свой дом-free. Хитрец и секс-free, блядь. Что угодно мог быть free. Главная суть любого вида — выживание. Илон Маск, чтобы спасти человеческое, хочет заселить другую планету. Эти бунтари такие, а мы не хотим размножаться. Мы хотим высыпаться, смузи и убирать какашки за собаками, но не за детьми. Я ничем не имею, как бы, child-free, ваш выбор. Просто слишком пафосное слово, child-free, блядь. Откуда оно такое пафосное? Почему нельзя честно сказать? Сыкливые эгоисты. Ну вот я, у меня двое детей, я просто отец. Я же не говорю, что я beautiful man. Ну я думаю, во всём виноват этот материнский капитал. Реально, стопудов. Ну когда тебе просто, блин, ну сейчас у нас за ребёнка платят за первые 500-600 тысяч. Представляете? Ну мне кажется, неспроста эта хитрая. Если тебе на нашей стороне за что-то дают полмиллиона, надо напрячься. Значит, ты должен сразу им родить либо единороссы, либо разгвардейцы. Братан, тебе заплатили, ебать, отрабатывай теперь. Ну а как? Не, ну я понимаю, что рожать страшно для женщин. В принципе, я могу понять. Это реально тяжело. Я слышал некоторые говорят, что 30 часов рожают. Представляете, 30 часов рожают. Охереть. Сезон Мандалорца. Просто жесть. Нереально. Просто, блин, вот если бы мне кто-то сказал, Роман, хочешь в машину? Ну я знаю, я буду выходить в 16 часов. Если кроссовер, то 30. Я бы сказал, да, спасибо. Даже карта тройка не нашла, чтобы из меня выходила. Я ножками похожу, блядь. С удовольствием. Ну на самом деле мужчинам тоже так будет. Не только женщинам сложно, мужикам тоже сложно. Реально. Потому что, ну, мы с женой, мы... Ну мы прям год пытались зачать. То есть у нас год не получалось. То есть мы прям затрахались. Ну то есть... Я год не пил, я прям чистился. Реально. То есть это был самый грустный год. До этого, блядь. Да, ну когда я с ней получался, надо к врачу идти. И вот мы пошли к доктору, и доктор сказал, надо, говорит, сдавать спермограмму. Типа... А из дома, как бы, биоматериалы принести нельзя. Надо прям там. А я как бы не любитель, знаете, что будут, блядь, люди рядом. Там были... Нет такого, что мне... Роман! Я такой, да, без проблем сейчас, блядь. Так не получается. Так не получается. И, короче, ничего. Мужчина такой дает мне, блядь, баночку, салфеточку. И говорит, как закончишь, стучи в стенку. И вышел. Блин, ну я сначала подумал, что ну сейчас, ладно, сейчас я расслаблюсь. Ко я с лица присяду, все нормально. А потом вспомнил, какой я отчет отстоял. Я вот так вот сжался, блядь. Вот это что, баночка. Как бы и там еще вот эти журналы лежат, знаете, такие, которые еще, прям, они еще, ну прям, какая-то некорфилия. Реально. Потому что там просто еще модели до того момента, когда еще бритву не изобрели. Там, блядь, с тех времен. Реально. Я поэтому думаю, надо, блядь, 4G искать. Одной рукой вообще тяжело, там еще, блядь, надо банку, блядь, держать. Ну сложно. Ну и как бы, ладно, там, как бы, как говорится, глаза боятся, руки делают, блядь, справился. Нормально. И надо, короче, и надо стучать в стенку, блядь. Как бы не хочешь ничего трогать, блядь, в этой помещении. Ну я потом, блядь, я ногой постучал. Там вот уже прям черная, блядь, была вот такая черкаш, там прям. Не я первый, не я последний, там, все. Все, доктор зашел, я ему баночку отдал, как бы, руки сжать не стали. Все, как бы, вышел. У меня потом, короче, выяснилось, что, оказывается, у меня были замедленные сперматозоиды. То есть они были замедленные, да. Такое. Короче, они не торопились. То есть, а жене было за 30, она прям торопилась. Да, и, оказывается, такое бывает у растаманов, короче, да. Они, как бы, куда-то бежать, блядь. В матку. Там тебя будет шоколадка и липтон, блядь. Ну, короче, и мне доктор выписал какие-то витамины и сказал, надо приседать. То есть мне надо приседать, сказали, надо постоянно приседать, чтобы кровь циркулировала. То есть вот ты идешь писать, надо приседать. Обязательно. Где бы ты ни писал, надо приседать 20 раз, как пописывал. То есть, где-то в торговом центре, похер, где вообще, на работе. Просто ты все время подписывал и приседаешь. Где-то в маленькой кабинке ты, ну, ты должен приседать. Короче, у меня-то ноги очень вот здесь болели. Блядь, я научился писать полтора раза в день просто. Чтобы просто не приседать. Короче, и самое главное, что вот эту штуку ее надо сдавать регулярно. То есть ее надо сдавать раз в 7 дней. То есть за 7 дней это, типа, восстанавливать и заново несешь. Как несешь? Идешь, блядь. И 7 дней надо воздерживаться. То есть 7 дней прям нельзя. То есть оно должно все восстановиться тебе и надо идти. А 7 дней это очень много. То есть я день на 5 начинал прям скучать по доктору. То есть я на 7 день прям просыпался пораньше. Ля-ля-ля, я к доктору. Мы с мужиками друг друга в очередь прям знали уже. Знакомые были все. Там менялись подписками платными. Там, кстати, удобно. Если за скорострелом прям, я быстренько поскочу здорово. Если какой-то дурак, блядь, снова там наушниками, блядь, будет... Полный метр смотреть, ну, сидите. Ну, короче, нормально. Меня все разогнали. Как бы все прям... И в какой-то момент надо было прощаться. Кто-то рассказал, типа, все. И даже грустно стало. Я к нему просто ходил, блядь, вместе. Там еще главное, там как вот идешь, потом приходишь, жена же тоже хочет. Она, типа, такая, ну, она тоже тем не терпела. Ну, как, давай. А, уже не хочется, Анташа. Уже ей не надо, блядь. Короче, и идешь, все. И доктор говорит, ну, все, типа, давай. Давай, говорит, может, по последней. И он выходил, к нему, что за молоденький зашел. И я хотел крикнуть, братан, там в центре стой. Ну, сам разберешься. Ну, конечно, меня все разогнали. Мясо, у меня двое сыновей. Все отлично. Медицина работает у нас.